Деншин Дроп, самый лучший сайт с примадемами и лунами, все выводы происходят через Куда Шоп, официального партнера Деншина, с тебя ее ID, с ник примадемы, выводы моментальные, ни одного случая баны или списания, а также постоянные раздачи, где победить может абсолютно каждый, сам пользуйся, ссылочка где? В описании. Недавно мы получили еще больше обновлений, связанных с Натланом, и так в этом видео давайте посмотрим на все это, что у нас было, во-первых, давай начнем с того факта, что мы скорее всего увидим тизер или видеозаписи с Натлана в стриме разработчиков 4.7, это предложение основано на прямой трансляции 3.7, когда мы впервые увидели подводные исследования Фонтейна, так что разработчики скорее всего покажут что-то в Натлане в следующей прямой трансляции, которая выйдет уже 24 мая, офигеть. Еще одна причина, по которой мы увидим кадры из Натлана в специальной программе заключается в том, что грозовые волны выйдут 22 мая, всего за 2 дня до прямой трансляции, учитывая все новые дополнения, которые мы недавно получили, Михаил определенно не хочет, чтобы играть и переходили на другие игры, если что я говорю про Wuthering Waves. Давайте продолжим с новостями о Колумбине, не хочу ничего портить, но она действительно связана с Татланом и скорее всего станет следующим предвестником, с которым нам придется сразиться, а после этого за нее можно будет поиграть. Если мы взглянем на это изображение, то увидим, что мы сражаемся с предвестниками против часовой стрелки, начиная с Тартальи. После Орлетина мы получим Колумбина и, конечно же, Капитана. Если что, ты можешь узнавать об этом в моем телеграм-канале первее всех, потому что там самые актуальные новости и, конечно же, сливы, а еще там идет сейчас розыгрыш на луну, так что... Бегом участвовать, ссылка в закрепленном комментарии. Теперь перейдем к новой информации о Натлане от некоторого источника. По словам этого человека, первая карта Натлана будет того же размера, что и Суммеру в версии 3.1. Напомню, в этой версии мы получили пустыню Суммеру, так что вы можете себе представить, насколько большим будет Натлан. Я помню, инсайдеры говорили, что Натлан будет невероятно огромным, так что вам придется потратить много времени на его изучение. Ну и, конечно же, там будет много приморей. Именно здесь будет представлена новая система крепления. Мы уже слышали о системе крепления или катания на тех самых драконах в Натлане, но пока не отточняется, как это все будет работать. Кстати, по словам из еще одного источника, мы опробуем эту новую систему езды на главном соревновании версии 4.8. Кроме того, нам сказали, что в Натлане у нас будет новая механика с гидро-игриевым управлением, поскольку эта область пиротехники возможна. Это будет как-то связано с пирореакцией. Мы также получим новые артефакты, которые будут связаны именно с этой новой механикой. Переходим к поджигателю Архонта и, как вы, возможно, уже слышали или даже видели, дизайн пиреархонта создан для девушек среднего роста, как у Фурины. Но, согласно новой информации от еще одного интересного источника, пиреархонт будет выше, чем Фурина, поэтому она будет высокой женщиной. Опять же, напомню про Телеграм, там самые актуальные новости, так что если ты еще не подписался, ссылка в закрепленном комментарии. Кроме этого, у нас нет ничего нового о ее внешности, но лично я думаю, что будет потрясающе, если она будет вдохновлена Теция Кольтом из ФГО. Если ты вдруг не знал, то это интересный судья. Не знаю, но судя по ее внешности, в связи с культурой ацтеков, она была в идеальном выборе, или может быть мы найдем кого-то похожего на нее, не знаю. Так что вы думаете о новой системе верховой езды в надлайне? Напишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всех люблю, пока-пока.